1 сентября в России отмечается День знаний. В Тверской области в школах, СУЗах и ВУЗах прошли торжественные линейки в честь праздника. С началом учебного года школьников, студентов, педагогов и родителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя. Подробности у Натальи Чекет. В 19-й школе Твери обучается 809 детей. Из них 90 ребят — это первоклассники. Катя Иванова идет в первый Б-класс. Рассказывает, что в школе очень хочет изучать математику, геометрию и русский язык. Ну что математика, там нужно все решать. А русский? Потому что там много всего. А вот кем, может быть, уже знаешь, кем хочешь в будущем стать? Я хочу стать художником. А братья Поспеловы в этом году оканчивают школу. Кирилл хочет пойти учиться в Московский университет имени Баумана. А его брат — Глеб Тверской государственный университет. Для меня школа — это, прежде всего, один очень большой урок, который длился 11 лет. Потому что здесь я учился много чему. Начиная с того, что общаться с людьми, договариваться с ними о чем-то, заканчивая тем, что такое переменный ток на физике. Школа мне запомнится как место, где я могу приходить и чувствовать себя комфортно, при этом еще учиться и получать новые знания. Торжественная линейка началась с поднятия флага и исполнения гимна России. С началом нового учебного года всех учеников поздравил губернатор Игорь Руденя. Хочу пожелать нашим первоклассникам, чтобы, дорогие дети, вы в школе нашли новых друзей, нашли товарищей, чтобы у вас были добрые отношения, чтобы вы учились, занимались спортом. Старшим классом в добрый путь у вас уже ответственный момент, вы будете выбирать в этом году профессию. По традиции, о начале большого и интересного школьного пути вчерашних дошколят известил первый звонок. Новый учебный год начался и для воспитанников Тверского Суворовского военного училища. В этом году более 500 будущих защитников Отечества приступили к учебе. Этот год для училища юбилейный. Ровно 80 лет назад, 1 декабря 1943 года, здесь прозвенел первый звонок. Созданное в числе первого училища на протяжении всей своей истории, уверенно держит высокую планку одного из самых лучших военных учебных заведений Российской Федерации. Год наставника и педагога. Хочу сказать самые теплые слова благодарности руководству и преподавателям учебного заведения. Здесь создана сильная школа воспитания и обучения настоящих патриотов и защитников нашего Отечества. Отметили День знаний в Тверском государственном техническом университете. Здесь прошла торжественная линейка для первокурсников. Этот год особенный в истории вуза. 65 лет назад он начал работу на Тверской, тогда Калининской земле. Сегодня университет один из флагманов отечественного высшего образования. Хорошее место для обучения, много знаний конструкторам на производство. Нравится этим заниматься, чертежи, 3D-моделирование. Социология. Интересное направление, но хорошее знание дают также военно-учебный центр. В 2022 году в УЗИ начал действовать военно-учебный центр. Произведен первый прием слушателей. Два взвода будущих сержантов и один взвод будущих солдат. В этом году прием курсантов в УЦ продолжен. В Тверском медицинском колледже тоже начали новый учебный год. В День знаний учебное заведение приняло в свои ряды 420 первокурсников. Колледж готовит специалистам по шести востребованным образовательным программам. В этом году здесь набраны первые 100 студентов, которые будут проходить обучение по новой программе подготовки медицинских специалистов по целевым договорам. Мне очень нравится медицинская профессия. Я хочу помогать людям дальше в больнице идти по специальности. Хотел бы стать фельдшером и помогать людям на скорой помощи. Перед студентами выступил губернатор Игорь Руденя, который выразил уверенность в том, что нынешние студенты колледжа достойно продолжат традиции нескольких поколений выпускников медицинского, для которых главными были преданы своей профессии служение людям и родине.